МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 10 лет 16-я школа ждала новый стадион. И, наконец, при помощи областных властей, городской думы и администрации этот вопрос удалось решить. Я очень рада, что теперь дети нашей школы и окрестных школ получили вот такую возможность заниматься на новом спортивном стадионе. Ну и я надеюсь, что нас ждут, по крайней мере, олимпийские рекорды. Программа по реконструкции школьных стадионов родилась у депутатов городской думы. Народные избранники заметили, что в городе растет количество людей, которые уделяют внимание своему здоровью, занимаются физкультурой и спортом. Основы такого образа жизни закладывают в детстве. Обновленный стадион с развитой инфраструктурой и современным оборудованием необходим для полноценного и гармоничного развития школьников. На торжественном открытии народные избранники поздравили ребят с появлением нового спортивного объекта. Мы желаем вам, активно занимаясь спортом на этом стадионе, беречь его, чтобы он через 10 лет был еще краше. Это трудно и в то же время легко. Просто нужно любить свой город, свой микрорайон, свою улицу и свою школу. Планируется, что пользоваться спортивным сооружением со временем станут и жители микрорайона. Стадион школа номер 16 не единственный объект, который депутаты планируют реализовать. Следующий межшкольный стадион должен появиться у школы номер 7, затем 12 и может быть 13 школа. То есть посмотрим, как программа себя зарекомендует. Мы очень довольны, что здесь нам на встречу пошла администрация города, включили эти межшкольные стадионы в бюджет и мы продолжим эту работу. После торжественного открытия стадиона ученики смогли сразу же опробовать все спортивные площадки, беговые дорожки и зоны для прыжков, поиграть в игры и принять участие в эстафетах. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. У сыровчанки украли шкаф-купе, но не из квартиры, а из подъезда. Грузчики доставили мебель до дома, но поднимать в квартиру не стали. В разобранном виде шкаф простоял на лестничной клетке два дня, а потом пропал. К заявлению о пропаже мебели женщина обратилась в дежурную часть полиции. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. В дежурную часть полиции обратилась пенсионерка с просьбой найти грабителей. Женщина уехала на несколько недель из дома. Долгим отсутствием хозяйки воспользовались злоумышленники. Когда она вернулась, то обнаружила, что дверной замок сломан и нет драгоценных украшений. Неустановленное лицо путем повреждения замка в входной двери ее квартиры похитило имущество, а именно золотые изделия. На сумму около 100 тысяч рублей возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Правоохранители зафиксировали очередные случаи мошенничества в сети. К стражам порядка обратился мужчина, который заказал в одном из интернет-магазинов холодильник для автомобиля. Но технику саровчанин так и не получил. «Унес предоплату 100% в сумме 13 тысяч рублей, плюс заплатил 1700 рублей за доставку транспортной компании. Он подождал холодильник. Ему не приходил, он позвонил в транспортную компанию». Выяснилось, что магазин не передавал товар в службу доставки. С продавцом связаться не удалось. Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На уловки преступников попался мужчина, который заказал в интернет-магазине электронный дальномер. Саровчанин сразу оплатил покупку. Но в полученной бандероле оказались другие товары. «По почте ему пришло две рулетки. На данный момент на связь продавцы не выходят. Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвами интернет-мошенников, нужно соблюдать несколько простых правил онлайн-шопинга. Оплачивать заказ лучше наложенным платежом. Также стоит отказаться от покупок в непроверенных интернет-магазинах. И у продавцов с плохими отзывами. С 8 часов утра 17 сентября до 5 часов вечера 19 сентября по проспекту Мира будет запрещено движение автотранспорта от дома номер 5 до дома номер 16. Это связано с ремонтом теплосети, сообщает департамент городского хозяйства. Также изменятся маршруты движения автобусов 1, 1А и 3. Закрытые для движения участок дороги они будут объезжать. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчане решили на что потратить субсидии из областного бюджета. 15 сентября на сайте бюджет для граждан Нижегородской области подвели итоги онлайн-проекта «Вам решать». Его суть заключалась в том, что жители муниципалитетов путем голосования сами определяли, какие инициативы необходимо поддержать в первую очередь. Сарове с большим отрывом победил проект современной площадки в каждый детский сад. В следующем году региональный бюджет передаст на его реализацию 25 миллионов рублей. С понедельника в Сарове сортовал месячник по санитарной очистке города. Соответствующее постановление подписали в администрации. С 23 по 27 сентября на территории Сарова пройдут общегородские дни чистоты. Также до 18 октября руководителям организации и индивидуальным предпринимателям рекомендуют провести очистку, благоустройство и проведение сезонных работ по уборке о повшилистве на закрепленных и прилегающих территориях. Владельцев и арендаторов строений просят привести в порядок фасады и оконные витрины. 26 сентября в Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. У саровчан будет возможность пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости. Телефон для справок 7 92 70. Уникальная выставка работы известного советского художника Юрия Васнецова «Вкус знакомый с детства» открылась в художественной галерее. В экспозиции, литографии, книжным иллюстрациям потешек и сказок из частной коллекции. Проект реализован в рамках программы «Территория культуры Росатома» при поддержке Московской галереи «Мастарт». На иллюстрациях Юрия Васнецова оживают герои любимых с детства сказок. Вот волк стучится в избушку, где живут коза и семь ее деток, а вот лиса, выгоняющая зайца из его домика. В своих работах художник использует приемы детского рисунка. Главные персонажи увеличены, второстепенные герои уходят на дальний план. Понимательный ребенок, когда слушает сказку, он разглядывает в это время картинку. И четыре строчки превращаются в целую историю, в целый мир. Вот что умел делать Юрий Васнецов. Представленные работы помогают не только проследить, как формировался характерный авторский стиль, но и открыть новую страницу в истории советской иллюстрации. Во времена Юрия Васнецовой перед писателями и художниками стояла задача поднять детскую литературу до уровня взрослой. Каждая книжка – это было событие. Событие и в книжном мире, и событие в жизни ребенка, семьи, родителей. Поэтому были привлечены лучшие писатели, которые писали для детей специально. Вообще складывается вот такой круг детской литературы. Важным было взаимодействие писателей и художника. В руки иллюстратора попадали совсем новые произведения, когда никто не знал, как должны выглядеть те или иные персонажи. Васнецов нашел образы медведя, волка. Он у него абсолютно свой, абсолютно узнаваемый. Он кочует из сказки в сказки, в сказку приобретая разные характеры. Работы Юрия Васнецова вошли в Золотой фонд книжной иллюстрации. До сих пор их переиздают, и родители, читая книги с рисунками художника, не меньше своих детей радуются встрече со знакомыми персонажами. Увидеть его работы в художественной галерее можно до 20 октября. Для зрителей любого возраста. В библиотеке имени Пушкина стартовала акция «Читающее детство». Ее цель – познакомить юных саровчан и их родителей с интересной и яркой жизнью библиотеки. Детей ждут экскурсии по делам, игровые и творческие площадки, мастер-классы, поэтическая караоке, интерактивные и развивающие занятия, а также экскурсии и квест-перформанс. Подробности далее. Привить детям любовь к чтению – это главная задача сентябрьской акции «Читающее детство». Сотрудники детской библиотеки в этом проекте решили связать чтение книг с творческим процессом и предложили юным читателям взглянуть на художественные произведения через призму игры, театра и кино. Мы стараемся показать, что книга – это возможность для ребенка не просто что-то прочитать и узнать, но еще и в чем-то себя попробовать, сделать что-то своими собственными руками. Библиоперформанс «Битва классиков» – одно из мероприятий в рамках акции «Читающее детство». На занятиях старшеклассники представляют на сцене перформансы по мотивам произведений писателей различных эпох. Такая форма работы, конечно, помогает по-новому взглянуть на классику, глубже, наверное, прочувствовать эмоциональные какие-то посылы героев главных и, наконец, заряжает замечательным настроением. Семиклассники 16-й школы одними из первых приняли участие в «Битве классиков». Сначала ребята разгадывали ребусы и загадки и определяли автора и название произведения, которое станет основой перформанса. В распоряжении школьников был различный реквизит и атрибутика. Ребята облачаются в костюмы сказочных героев и репетируют, показывают команде соперников постановку на основе произведения какого-то литературного классика. Школьники переуплотились в героев произведений Пушкина и Гоголя. На сцене подростки представили отрывки из поэмы Руслана и Людмилы и повести «Ночь перед Рождеством». Это было необычно, очень интересно перевоплощаться в этих героев. И сплоченная работа была. Да, мне очень понравилось. Это было очень здорово и весело. Мне очень понравилось. Я бы еще раз хотела прийти сюда и поставить со своим классом сказку. Подробнее познакомиться с программой интерактивных занятий в рамках акции «Читающее детство» можно на сайте библиотеки. Медиатехнологии – неотъемлемая часть современной жизни. Подростки проводят за компьютером много свободного времени. Они не только проходят различные уровни в игровых программах, но и осваивают графические и видеоредакторы, создают презентации и многое другое. Именно для таких детей детская школа искусств номер 2 проводит третий открытый фестиваль медиатворчества «Свободный стиль». Подробнее о том, как принесем участие, в следующем репортаже. Семья в нашей жизни имеет огромное значение. Это место, где ребенок делает свои первые шаги, учится познавать окружающий мир и взаимодействовать с людьми. Не случайно именно семья стала центральной темой третьего городского медиафестиваля «Свободный стиль». Принять в нем участие могут школьники от 11 до 17 лет. Для участия необходима заявка, которую можно скачать и заполнить на сайте ДШИ номер 2. И сама работа. Это фото, это презентация, это эссе, это компьютерная графика. То есть все, что связанное, включает в себя понятие медиатворчества. Каждый участник может прислать только одну работу в одной номинации. Всего их семь. К уже имеющимся традиционным номинациям добавилась номинация «Эссе» и спецноминация, посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Фестиваль не ограничивается только Саровым. Он расширяет географию, привлекая детей из других городов. В прошлый раз свои работы на фестиваль прислали увлеченные современными компьютерными технологиями школьники из Нижнего Новгорода и Бора. В этом году организаторы также планируют привлечь иногородних участников. Заявки работы на фестиваль принимают до середины февраля. Подведение итогов и награждения победителей запланировано на 20 марта 2020 года. Встретить осень с улыбками и хорошим настроением предложили сыровчанам воспитанники Центра внешкольной работы. Вместе с педагогами они организовали для них праздник микрорайона. Активисты клуба здоровья пригласили горожан на дворовую площадку, где их ждали тематические и фотозоны, а также мастер-классы. Яркую концертную программу представили творческие коллективы Центра внешкольной работы. На праздник микрорайона Центра внешкольной работы маленькая Таня пришла вместе с бабушкой. Осенние мероприятия вместе с нами они ждали с нетерпением. Для них провести время на свежем воздухе гораздо лучше, чем сидеть дома. Тут познаешь, выиграешь, потом смотришь, чем занимаются здесь детки. Поют, танцуют, аттракционы. Мне очень понравилось, и я думаю, что и моей внучке понравилось. Праздник вместе с нами активисты клуба здоровья традиционно проводят для жителей микрорайона. Каждый год организаторы напоминают юным гостям, что осень – это совсем не хмурая и пасмурная погода, а красивое и яркое время года. Мы сегодня хотим всем жителям доказать, что осень – это все-таки яркое время года, это буйство красок, и мы еще им сегодня на нашем празднике раскроем и покажем топ-7 способов, как осенью была постоянная энергия. На протяжении всего вечера юные гости участвовали в конкурсах, разгадывали загадки на тему осени, фотографировались с ростовой куклой, а также принимали участие в интерактивных играх и мастер-классах, где из подручных материалов мастерили игрушки. Мне дали прищепочку, я раскрасила сначала коричневым, а потом пятнышки черным. Хотела сделать собачку. Яркую концертную программу для жителей микрорайона подготовили творческие коллективы и активисты объединений Центра внешкольной работы. На площадке выступили воспитанники ансамбля русской песни «Забава», театра «Мода Русь» и клуба собаководов «Акбар». Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова